Алопуринол – гипоурекемическое противоподагрическое средство. Применяется для лечения подагры мочекаменной болезни. Показания. Гиперурекемия. Первичная и вторичная подагра. Мочекаменная болезнь с образованием мочекислых конкрементов. Кемобластомы. Цитостатическая и лучевая терапия опухолей. Псориаз. Травматический токсикоз. Терапия кортикостероидами для предупреждения мочекислой нефропатии. Злокачественные новообразования и врожденные нарушения пуринового обмена у детей. Способ применения и дозы. Начинают со 100 мг в сутки, однократно. Затем дозу постепенно увеличивают. Если при дозе 300 мг в день возникают побочные явления со стороны желудочно-кишечного тракта, возможен дробный прием. Принимать внутрь, после еды. Взрослым – 100-200 мг в сутки. При состоянии средней тяжести – 300-600 мг в сутки. При тяжелом состоянии – 700-900 мг в сутки. Частота приема – 24 раза в сутки, после еды. Детям до 15 лет – 10-20 мг на килограмм в сутки. До 400 мг в сутки максимально. При выраженной почечной недостаточности – 100 мг в сутки. Или 100 мг с интервалом более чем один день. Пожилым пациентам рекомендуются самые низкие дозы. Противопоказания. Гиперчувствительность. Выраженная почечная недостаточность. Беременность. И грудное вскармливание. Применение при беременности и кормлении грудью. Аллопуринол противопоказан к применению при беременности и в период лактации. Особые указания. С осторожностью следует применять аллопуринол при нарушении функций печени или почек. В обоих случаях необходимо снижение дозы. Гипофункции щитовидной железы. В начальный период курса терапии аллопуринолом необходимо систематическое проведение оценки показателей функции печени. В период лечения аллопуринолом суточное количество потребляемой жидкости должно быть не менее 2 литров, под контролем диуреза. В начале курса лечения подагры может возникнуть обострение заболевания. Для профилактики можно применять нестеродные противовоспалительные средства или колхицин по 0,5 мг 3 раза в сутки. Следует учитывать, что при адекватной терапии аллопуринолом возможно растворение крупных уратных камней, почечной лоханки и последующее их попадание в мочеточник. У детей применяют только при злокачественных новообразованиях, особенно лейкозах, а также при некоторых ферментных нарушениях. Для коррекции гиперрекемии у пациентов с опухолевыми заболеваниями аллопуринол рекомендуется принимать перед началом лечения цитостатиками. В таких случаях следует применять минимальную эффективную дозу. Кроме того, с целью уменьшения риска отложения ксантинов в мочеводящих путях, необходимо принять меры для поддержания оптимального диуреза и ощелачивания мочи. При одновременном применении аллопуринола и цитостатиков необходим более частый контроль картины периферической крови. В период приема аллопуринола не допускается употребление алкоголя. С осторожностью применять у пациентов, деятельность которых требует высокой концентрации внимания и быстрых психомоторных реакций.